Добрый вечер, добрый день, канал Юридическая прачечная. Постановление 26 апреля 2021 года, номер 15. Конституционный суд отменил безусловный исполнительский иммунитет единственного жилья. Что такое исполнительский иммунитет? Это когда вас не могли лишить жилого помещения, то есть квартиры, либо жилого дома, того места, где вы непосредственно проживаете, несмотря на какой объем ваших долгов. То есть хоть вы там миллиард будете должны, именно единственного жилья вас лишить не могли. И суд основывался на своем ранее принятом постановлении 14.05.2012 года, номер 11-П, которому законодателю было предписано внести коррективы в статью 446 ГПК. Но законодатель 10 лет вообще бездействовал, ну почти 10 лет бездействовал, ничего не вносил. То есть никаким образом, опять же, единственное жилье изъять было невозможно. И потому Конституционный суд опять вернулся к тому же вопросу. И в свете опубликованного постановления Конституционный суд занял некую тройственную позицию. То есть три позиции, которые он изложил в нем. Это должника нельзя оставить совсем без жилого помещения, в соответствии с нормами в том городе или в том поселке, где он проживает. Суды должны учитывать размер долга и рыночную стоимость имущества, на которое наложено взыскание. И взыскание единственного жилья не должно вынуждать должника переезжать в другой город или в другой поселок. Однако переезд возможен, если он согласен, естественно. Теперь суды. Предполагается, что суды теперь должны взять на себя данную ответственность. Суды ниже стоящие, естественно. О том, каким образом изъять это жилое помещение. И каким образом последовательно реализовать позицию Конституционного суда. Так вот, мое мнение, что реализация этого положения Конституционного суда возможна только на уровне Верховного суда. Когда уже пройдут все инстанции, потеряется всякая надежда, и останется только некая лотерея, которым и является Верховный суд. То есть послушают, прочитают, примут ли какое-то решение. Стоит ли волноваться? Ну, естественно, если у вас долги, то волноваться вам, естественно, стоит. Но так сильно принимать, что 100% решат, я не вижу оснований, потому что Конституционный суд решил, но это еще не внесено в 446-ю статью ГПК, она сохраняется в предыдущем виде, и внесут ли, пока неизвестно. Вот сейчас на май, сегодня 8 мая 2021 года, ничего еще пока не внесено и не планируется к внесению. Спасибо за просмотр! Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, напишите в комментариях, если вас заинтересовал какой-то вопрос. Пока!